Привет народ! Сегодня у нас посылочка такая, вся попорченная доставкой, доставлялась компанией Сидек и по ней наверное точно ходили или били ногами, непонятно что. Давайте посмотрим что внутри у нас, я еще не вскрывал, надеюсь что удлинитель от компании Сиоми выдержал все эти испытания. Удлинитель уже у меня был, но были другие удлинители. Это новый удлинитель, у него есть USB порты на 2 ампера как я понимаю. Порты по 2,1 ампера USB и раз-два-три-четыре-пять-шесть гнезд для штекеров. Снимаем резиночку, кстати смотрите ничего не пострадало, как Сидек не старался не повредил. Минус данного удлинителя это вот такой штекер, который мы можем спокойно срезать и переделать, купить в магазине каком-нибудь строительном штекер уже под нашу европейскую розетку. Вот я буду использовать этот штекер, потому что у меня уже есть удлинители от Сиоми и у них есть уже такие прикольные под все виды кстати розеток, разъемы. Так, выполнен он у нас из пластика, из огнестойкого пластика. Кому интересно, здесь у нас все характеристики. Держит значит до 10 ампер максимум, USB порты по 2,1 ампера и максимально 250 ватт. Вот, вот, вот в общем-то и все. Так, кнопочка, до этого была кнопочка качельки, здесь у нас кнопочка просто и данный удлинитель имеет в себе встроенный Wi-Fi модуль и можно им управлять удаленно. То есть, например, вы уехали куда-нибудь, не знаю, ну просто отъехали от дома и вдруг вспомнили, что у вас не выключен утюг. Просто с телефона заходим в приложение Mi Home, выбираем удлинитель и нажимаем, чтобы он выключился. Мне кажется, все-таки удобная штука. Так, резиночки все это мы сейчас убираем. Сейчас давайте я тут оп-оп, абракадабра. И так, походил по дому, пособирал, нашел, короче, зарядку для аккумуляторов. Вот, нашел паербанк, поставил сюда вот такой вот доктор, change doctor, который покажет нам напряжение, которое выдается. Вот, и давайте сейчас включаем, есть контакт. Кстати, лампочка светится здесь у нас, еще остальное не очень видно. Теперь ее лучше стало видно, лампочка светится и оповещает нам о том, что удлинитель включен. При этом включилась выдается 5,1 вольта, 0 ампер. Так, и здесь наша зарядочка включилась. Так, давайте проверим, насколько наши USB порты. Включаем паербанк и пошла зарядка паербанка. 2 ампера выдает, 5,12-13 вольт и 2,3-2,4 ампера. А, нет, ноль. Так, а почему ноль? Паербанк разряжен. Почему половина? Сейчас я другой паербанк найду. Подключил сюда все паербанки, которые у меня есть, все паербанки компании Xiaomi и почему-то самое максимальное напряжение, которое выдается. Это у нас 0,5 ампера. И здесь, здесь вам не видно, но, в общем, поверьте, здесь тоже 0,5 ампера. 0,57. Так, попробуем вот так сделать. 0,55. Ну, то есть 0,5 ампера. Странно, но вот так вот. Так, давайте попробуем подключить наше приложение. Так, убираем. Приложение называется Mi Home. В общем, как стандартное приложение для Xiaomi устройств. Нажимаем плюсик, нажимаем новый девайс и идет поиск девайса. Надеюсь, он его сразу найдет. Не нашел. Нажимаем плюс. Так, так, так. И я его не нашел. Есть здесь два удлинителя в самом начале, но чем они отличаются, я не пойму. Ну, давайте вот это выберем. Типа зажмите, держите. Зря я с ним так долго возился. На самом деле, данный удлинитель не обладает Wi-Fi модулем и не сможет нам показать, ну, вернее, не сможет подключиться удаленно по телефону. Ну, давайте проверим еще раз USB, потому что почему-то у меня они только выдают полтора ампера. Подключим телефон. Телефон по-любому потребляет больше, чем полтора ампера. Ой, полтора, полампера. Так, пошла зарядочка телефона. И да, пошло. У нас показывают уже амперы 2. При том, что остальные у нас показывают 0.7 и этот у нас 0.3 показывает зарядку. Ну, видать, почти зарядился. Так, давайте посмотрим. Да, он почти заряженный аккумулятор. Давайте поменяем вот на этот. Этот у нас разряжен. Должен будет больше показывать. Нет, 0.3. Видать, все эти три USB разъема у нас на полтора, ой, на 2 ампера в общем. Сейчас мы все вытащим. Так, интересно. Может быть, этот измеритель у меня только 1.2 показывает максимум. Так, этот. Тоже 1 ампер. То есть, телефон потребляет 1 ампер. Хотя, по идее, он должен полтора или два потреблять. Ну, что хочу сказать. Если вы часто покупаете китайскую какую-нибудь продукцию с китайскими розетками, то такой удлинитель, мне кажется, вполне неплохое приобретение. Потому что вы можете, не обрезая, там, да, вот, например, у меня здесь зарядка вот с таким штекером. И я его даже не меняю, потому что, ну, зачем мне менять, если у меня есть вот такой вот удлинитель. Спокойно в него втыкаю и пользуюсь. Также в него сюда можно и простые втыкать наши европейские розеточки. Чем-то испачкал. И хочу сказать то, что здесь у нас используется негорючий пластик. И данные удлинители, вот у меня раз-два-три таких удлинителя от компании Xiaomi. Я им доволен. Работают отлично. Один из них у меня есть, который работает по Wi-Fi. Данные, к сожалению, без Wi-Fi модуля. Что-то я не досмотрел. Ну, все-таки цена, да, у него была небольшая. Я, видать, не посмотрел, что он будет без Wi-Fi. Но буду им пользоваться. Размеры у них, как вы видите, маленькие, компактные. Не знаю, меня всем они, в общем, устраивают. Если вдруг кому-то понадобилось, ссылочка под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу. И до скорых встреч.